Евгений Иванов с нами на связи, заместитель начальника Харьковской областной военной администрации. Евгений, здравствуйте. Рады вас приветствовать в эфире телеканала Freedom. День вечера. Давайте в целом начнем с ситуации в самом Харькове. Как проходят эти, если я правильно понимаю, судя по новостям, довольно непростые очередные сутки в Харькове и области. День траура объявлен в Харькове сегодня. Это происходит второй раз за неделю. В связи с вчерашними событиями, действительно, фактически крайние два дня, как и весь период с начала Нового года, 24-го, имеем обострение, если можно так это назвать, ситуации с обстрелами, с разрушениями, с количеством упавших на город ракет, с количеством раненых и погибших. Детальнее, по вчерашнему дню в 10 утра в течение одного часа фактически на город упало 15 ракет С-300. На протяжении одного часа разрушена была крупнейшая на востоке Украины типография и в одной из крупнейших предприятий этой отрасли на Украине. 7 погибших, 21 раненые на этом предприятии. В целом, за сутки, за вчерашние, у нас 7 погибших и 42 человека раненых, потому что еще несколько ракет упали. Одна в центр Люботина, в жилую застройку, повреждены жилые дома, магазины, 10 раненых людей. И центр города Дергачи, то же самое, ракета С-300, 25 поврежденных домов частного сектора, 8 раненых. Аналогично обстрел Золочева, авиационные бомбы и КАБом, двое раненых, более 20 домов повреждено. Это уже около 14 часов вчерашний день. И, кроме того, дрон, FPV-дрон взорвался возле 11-летнего ребенка. И ребенок, мальчик, госпитализирован. 42 раненых находятся сейчас в больнице, угрозы жизни нет. В большинстве своем средний уровень травмы оказывается вся необходимая медицинская помощь. Важное уточнение, наверное, для аудитории нашей, международной аудитории телеканала «Фридом». Российские оккупанты декларируют, объясняют вот эти удары по Харькову, если начать с главного города области, военными планами. Но у меня не вяжется, да, в целом, наверное, у каждого адекватного человека не вяжутся военные планы с ударами по типографии, с ударами по Салтовке, по обычным пятиэтажкам, где живут обычные харьковчане. Вот как в Харьковской областной военной администрации нашли ли для себя, наверное, ответ, с какой целью российские террористы, по-другому их называть довольно тяжело, совершают вот такие террористические действия? Вы знаете, нашли уже давно. Это геноцид народа, геноцид харьковчан. Нету никаких военных обоснований подобных действий. Все обозначенные мной удары, как вчера, как и в предыдущие дни, как и позавчера, когда в жилой район, фактически это Алексеевка, спальный район так называемого города, прилет авиабомбы. В около 10-9 этажек получили повреждения окон, СТО, заправки. 12 человек ранено, в том числе четверо были в достаточно тяжелом состоянии. Сейчас нет угрозы жизни. Все удары, фактически, о которых я могу говорить, это исключительно или центр города, или жилые кварталы, или районные центры наших громад. И тоже это жилая застройка, и тоже это центр города. Места скопления людей, фактически. Евгений, действительно, следим за тем, что происходит в Харькове. Вот поверьте, многие очень говорят, да, там, тем, кто в столице, что говорите о нас, говорите о Херсоне, говорите о Харькове. Мы не просто говорим, а действительно понимаем, что ситуация очень непростая. И очень часто с нашими, знаете, военными экспертами, а по возможностям, когда с кем-то общаемся из Европейского Союза, всегда спрашиваем, как можно все-таки помочь Харькову в вопросе защиты, да, понимая, что Харьков очень, ну, прифронтовой город, очень близко находится, да, и граничит с Российской Федерацией. Есть вопросы сложности как раз в защите, используя тот или иной вид ПВО. Но все же, Евгений, как бы сегодня, как вы считаете, союзники и партнеры должны были отреагировать молниеносно в вопросе защиты Харькова? Насколько сегодня все-таки есть необходимость закрыть, фактически, Харьков, закрыть систему МПВО? Я понимаю, что, опять же, повторяясь то, что я сейчас говорила, технически наверняка есть вопросы, что это сложно сделать. Но все же, что можно было бы сегодня очень молниеносно сделать? Два компонента реагирования. Первый, безусловно, это ПВО. Безусловно, увеличение количества иностранных систем ПВО снизило бы, как минимум, количество ракет, которые падают на город и область. Сто процентного результата добиться тут невозможно. Я думаю, знают уже это хорошо и наши зрители, поскольку город расположен на 30 километров границе, и скорость полета баллистических ракет составляет меньше полуминуты. Но, тем не менее, увеличение числа современных ПВО значительно снизило бы количество таких ракет. Другой компонент — это, безусловно, ускорение поставок оружия в рамках той военной помощи, которая сейчас идет. Скорость и логистика действительно решают очень многое. Сейчас прямо в эти минуты продолжаются, вот только в это самое время продолжаются, продолжаются шесть боевых столкновений на Купинском направлении. В целом за сутки имеем по востоку, по Купинскому направлению и по северу, там, где была совершена новая атака 10 мая. Фактически суммарно это более 25 боевых столкновений только за сутки. Враг не продвигается, враг несет большие потери. Но скажу только на одном направлении. Например, вчера на Волчанском было уничтожено, ориентировочно подтверждено только 106 человек личного состава и значительная часть военной техники. На Купинском направлении, например, только на одном лишь Купинском, более 50 солдат противника уничтожено только за сегодня. На севере и на востоке чрезвычайная высокая интенсивность боевых действий. И в этом случае, конечно, помощь вооруженным силам Украины это только увеличение, ускорение поставок объема вооружения. Евгений, хотим еще раз акцентировать внимание на той теме, которую распространяют российские пропагандисты. Кстати, в западных СМИ в том числе. Это опасность непосредственно для Харькова. Это непосредственно возможность окружения города российскими оккупантами и его дальнейшей оккупации. Простите за эту автологию. Возможность у россиян на данный момент. Как вот видят эту ситуацию Харьковская областная администрация? На данный момент предпосылок для ни захвата, ни окружения города нет. Враг застрял на севере в Липецко-Волчанском направлении, практически в боях за город Волчанск. Не может подойти к Липцам, перешел там к активной обороне. Возможности продвигаться дальше, несмотря на перебрасывание резервов у врага, нет. Ни о каком окружении, либо о захвате города речь сейчас не идет. Евгений, тогда вот действительно я благодарю своего коллегу Дениса Пахилова, он сейчас вспомнил. Действительно массировано очень кидывается очень много и в различных соцсетях, да, небольшие ролики показывают, что там якобы жители Харькова массово покидают город. Не просто покидают, а фактически как будто никого не осталось, да, вот так складывается. Ну так создают такую картинку, используя и старые какие-то кадры абсолютно и так далее. Ну вот по данным мэрии я сейчас добавлю, а вы, возможно, меня тут подкорректируете, в Харькове сейчас как раз проживает миллион триста человек. Также напомню, что город принял более десяти тысяч переселенцев из северных районов области и продолжает это делать на самом деле, да, это, ну, беспрерывные сейчас ныне процессы, и кто остается без крыши над головой, да, по возможности Харьков принимает, обеспечивает тем необходимым, что сегодня в первую очередь нужно тем, кто остался, в частности, и без жилья в самой Харьковской области. Поэтому тут тоже, пользуясь сегодня возможностью, хотела бы от вас услышать, насколько сегодня есть ли какие-то вот такие процессы, связанные с тем, что кто-то массированно покидает город. Потом была также, да, вкид по поводу того, что харьковчане якобы массово продают и выставляют на продажу свои автомобили и недвижимость и так далее. Действительно, в Харькове проживает сейчас около миллион триста тысяч человек. Отмечу, что за последнее время их действительно стало больше, потому что вот 10 мая проводим эвакуацию людей из Волчанской, Волчанской, Липецкой громад, плюс 11 тысяч человек фактически добавилось сейчас в городе. Это те люди, которых удалось эвакуировать. Людей расселяем по безопасным местам, предоставляем необходимые услуги по оформлению документов ВПО, выплаты, психологическая, гуманитарная помощь. Отмечу, что сейчас уже в Харькове и области насчитывается около 550 тысяч ВПО, фактически людей, которые вынуждены были оставить свои дома в громадах, в городах, где ведутся боевые действия, либо они уже в оккупации. 550 тысяч — это те люди, которые сейчас находятся в городе и области. Всем им предоставляется по необходимости жилье, социальные программы, программы поддержки, трудоустройство. Это огромная ответственность, огромный фронт работ, и будем работать для полного, скажем так, удовлетворения всех потребностей людей, которые остались без своего дома временно. И только что хочу добавить то, что касается массового бегства якобы из города. Действительно, все мы видели эти ролики, которые Россия запускает. Ну и отмечу, что то, что было выложено в телеграм-канал и так далее, это ролики 22-го города, когда был март месяц, конец февраля, это эвакуация из Харькова, когда действительно она была массовая. Этот видеоряд выдается за тот, который происходит сегодня. Это неправда оттока людей из города, и больше скажу, даже из области, из тех районов, где они ведутся боевые действия, его не наблюдаются. Еще один аспект, Евгений. Накануне городской глава Харькова Игорь Терехов в эфире всеукраинского телемарафона Едынин Увыны заявил о планах строительства подземного города в Харькове. Наверное, я даже, честно говоря, не могу вспомнить, не мог, точнее, вспомнить, есть ли в других странах вообще по миру вот подобную инициативу. Ну, такой ситуации мало где можно найти, на самом деле, такого агрессивного соседа. Но такая вот инновация от местных властей, что это, можете ли объяснить, что это за подземный город, как он будет функционировать, что именно подразумевается под этим самим словом город? Я скажу, что это логичное отражение тех реакций на те условия, в которых мы живем, и уже действительно наши дети фактически год занимаются. Это единственный аналог в мире, нет такой ситуации. Наши дети занимаются и учатся фактически в метро. То есть подземная метрошкола – это уникальный случай такой, в мире таких аналогов больше нет. Есть уже у нас позитивные опыты строительства полноценных подземных укрытий в учебных заведениях, которые будут использованы в том случае, когда будет разрешена все-таки офлайн, офлайн учебный процесс будет разрешен. По поводу этого города, да, такая инициатива есть. Это подразумевает собой полностью, скажем так, автономную замкнутую инфраструктуру, в которой было бы все… Безусловно, такой город, он не вместит в себя миллион жителей, мы это понимаем. Но какое-то количество людей смогут там вести бизнес, обучать детей, там могут быть магазины, там могут быть аптеки. То есть полный цикл, комплекс услуг и инфраструктуры в конкретно взятом варианте. Для какого-то конкретно, безусловно, ограниченного количества числа людей он вполне реализуем. И кроме того, Харькову и области следует и стоит думать и работать в этом направлении, потому что действительно при любом развитии событий, имея такого соседа и имея нашу географию, наше расположение города, мы вынуждены будем уводить под землю часть своих коммуникаций, в том числе энергетической инфраструктуры. Это укрытие для образовательных учреждений, это многие другие вещи. То есть все, что связано с подземной тематикой и организацией жизни практически под землей для Харьковой области, да, это актуально. Ну, то есть, Евгений, правильно я понимаю, даже, ну, хотя наверняка так не стоит и вперед думать, но все же придет момент, когда закончатся, закончат это террористические действия Российская Федерация по отношению к Украине, в частности, по отношению к Харькову, но это не означает, что не стоит сейчас думать даже о том будущем, которое будет в городе. Поэтому то, о чем мы сейчас с вами говорим, потому что, действительно, я долго и много материалов посмотрела как раз в отношении этой школы, которую сделали. Действительно, колоссальная работа была проведена, абсолютно все обеспечено для того, чтобы дети могли продолжать учиться. И я так понимаю, что для Харькова это вопрос серьезный, который сегодня стоит, вопрос будущего. Совершенно верно. И, кроме того, делать это нужно уже сегодня. И школа тому пример, потому что, не обеспечив тот же самый образовательный процесс, мы просто не удержим людей в городе, не удержим семьи. Соответственно, люди будут искать другие места жительства, другие места работы, места учебы своих детей. Поэтому все эти укрытия, это все нужно делать уже сегодня. Инициатива с городом, она, в принципе, смотрит в будущее. Но делать это нужно уже сейчас, уже сегодня. Отдельного разговора заслуживает и то, что объекты, фактически, энергетического сектора, их тоже нужно защищать, их тоже нужно уводить под землю. И такие планы, и такая работа, планы такие есть, и работа такая ведется. — Евгений, также уточнение. Издание «Верстка» подсчитало, что за прошлый 2023 год в целом российские террористы Харьков сам обстреляли 41 день, если подсчитать вот конкретно по дням, за 12 месяцев. А с начала 2024 года, есть ли подобная статистика в Харьковской областной военной администрации? Каждый ли день происходят удары со стороны государства-террориста? — Каждый день, да. Безусловно, город Харьков, практически каждый день, исключений практически не было от 1 января 2024 года. Это сотни ракет С-300, несколько сотен, которые упали сюда. Это множество кабов, новый вид, фактически, орудия, которым Россия терроризирует жилые массивы, в частности, города Харькова. На выходные, к примеру, один из таких кабов упал в городской парке кинотеатр, а второй из них упал просто на кладбище. Евгения, да, вот Кремль же постоянно, вот настолько мы тут такие православные, и так мы чтим всех святых, и Николая Угодника вот недавно, и тут и праздники все. А вот на праздники большие, да, и Рождество, и Пасха, были ли периоды, скажем так, хотя бы, ну, каких-то дней, плохое, возможно, слово, но все равно такого затишья, тишины? Либо же и здесь, есть хорошее украинское слово, не цурались российские оккупанты, и в эти дни продолжать уничтожать Харьков? Знаете, праздники отмечу отдельно, в частности, на Пасху у нас был это воскресный день, и у нас было три каба в центр города, абсолютно хаотично брошенных, и они все попали в жилые дома, не было, к счастью, погибших в тот день, но это был центр города, это было три каба, это были жилые дома, и фактически целый день город, все службы города и власти занимались ликвидацией, показаний помощи людям, расселением людей, консервацией домов и так далее, то есть вот это была у нас такая Пасха. Рождество, аналогичный случай, тогда был обстрел, если не ошибаюсь, корейский, корейский Искандер, аналог корейского Искандера, тогда одна из первых ракет, которая упала в Харьков, это было такое Рождество, и снова это были пострадавшие раненые люди, это были разрушенные автомобили, жилые дворы, обыкновенных жилых домов в центре города, поэтому праздники никакие не являются исключением. Евгений, благодарим вас за участие в нашем эфире, следим за ситуацией и обязательно всегда будем говорить о Харькове, о Харьковской области. Увидимся с вами, Евгений Иванов, заместитель начальника Харьковской областной войны администрации, был с нами на связи. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok